29 лунный день. Ключевые слова, опасность, повышенный самоконтроль, духовное преобразование, очищение авгиевых конюшен внутреннего мира. Основные свойства дня. Приходится считаться с тем, что сегодня самый опасный из всех сложных дней лунного месяца. В это время наступают дни гекаты, черные безлунные ночи, вот-вот наступит новолуние, и луны не просматривается на небосводе. Надо позаботиться о надежной защите от сложных энергий дня. Хорошо, чтобы во всем доме ярко горел свет, и не было ни одного темного угла. Кроме электричества зажгите побольше свечей, лучше церковных. Рекомендуется жечь лампады, окуривать помещение богольником. В любом случае, мутных вод, темноты и темных помещений надо стремиться избегать. Рекомендуется ограничить себя в еде, воздержаться от секса. Надо гнать от себя назойливых и пустых людей, которые так и лезут в душу. Перед сном обязательно примите душ, представляя себе, как вода смывает с вас всю чуждую, дурную и темную энергетику. Самый опасный и страшный день лунного месяца. Это время черных безлунных ночей гекаты, когда сгущается астральный туман, вершат свои темные дела ведьмы и колдуны. Люди ослабевают, их энергия истощается. Необходимо позаботиться о надежной защите. Следует пресекать фальшивые и ненужные связи, избегать назойливых и пустых людей, избавляться от мрачных мыслей и беспросветной тоски. Необходимо позаботиться о надежной защите от сложных энергий дня. Лучше, чтобы во всем доме ярко горел свет, не было ни одного темного угла. Кроме электричества зажгите побольше свечей. Рекомендуется ограничить себя в еде. Надо избавиться от всех мрачных, плохих мыслей и гнать от себя назойливых и пустых людей. За этими лунными сутками закрепилась довольно-таки дурная слава. И это не случайно, так как это самый тяжелый день из всего лунного цикла. Многие эзотерические школы даже называют этот день, сатанинским. Дело в том, что его энергия настолько мощная, что большинство людей просто не в силах с нею справиться. Как правило, 29-й лунный день завершает лунный цикл. 30-е лунные сутки в лунном месяце бывают не всегда, а если и бывают, то их период длится весьма недолго. Таким образом, получается, что фактически 29-й лунный день является финалом лунного месяца. Следует иметь в виду, что в этот период сильно возрастает вероятность возникновения различного рода конфликтов и ссор. И если вовремя не спохватиться, острые ситуации могут перерасти во враждебные отношения на долгие годы. В этот день любое неосторожно брошенное слово вы можете воспринять как кровную обиду, и вас будет занимать только один вопрос – как отомстить? Спрут недаром является символом этих лунных суток. Своими щупальцами отрицательных мыслей и негативных эмоций он обовьет все ваше сознание, так что постарайтесь не терять над собой контроль, иначе вся ваша жизнь будет подчинена одной цели – нанести своим обидчикам еще большую обиду. В этот день следует быть особенно сдержанным и внимательным. Будьте терпимы к чужим недостаткам, не реагируйте слишком бурно на выпады в вашу сторону. Простите своих обидчиков, это самое лучшее, что можно сделать в 29-е лунные сутки, чтобы избежать напряженных и конфликтных ситуаций. В этот период стоит избегать прогулок по неблагополучным районам города, не ходить по темным улицам, не верить никаким предложениям незнакомцев, любая ситуация может обернуться трагедией. На 29-е лунные сутки приходится самый высокий процент несчастных случаев и аварий. Вот почему следует соблюдать особую осторожность при переходе улицы и во время вождения автомобиля. Однако при всей опасности данного периода не стоит зацикливаться на его негативных сторонах. Излишнее чувство страха, сомнения и обреченности само по себе является опасностью. Мы можем избежать многих неприятных ситуаций, если изменим свое отношение к происходящим событиям. Просто все нужно воспринимать с юмором и иронией. Не стоит принимать все близко к сердцу. Тот, кто пройдет 29-е лунные сутки с достоинством, войдет в новый лунный цикл обновленным и измененным. Лунная богиня одарит такого человека своей милостью и благословением. В этот лунный день направьте полет своей мысли к Вселенной, попытайтесь установить воображаемую связь с космосом. Думайте сразу обо всем, о едином мире. Словите волну мировой гармонии и удерживайтесь на ней. Оптимально сочетайте созидательную и созерцательную активность, например, неспешную работу на приусадебном участке. Сажайте цветы и любуйтесь их красотой. Запрещены любые разрушительные действия. На том же приусадебном участке не следует ничего рвать, выкапывать и выкорчевывать. Даже цветы в этот день лучше не дарить. В этом случае вы тоже становитесь причастными к разрушению. Любителям охоты и рыбной ловли можно со всей ответственностью заявить, это не ваш день. В 29-й лунный день не надо предпринимать никаких активных действий и уж, тем более, не начинать новых дел. Любое начатое в этот день дело обречено не просто на неудачу, а на полный крах. Заканчивать какие бы то ни было проекты или мероприятия сегодня тоже не стоит. Если это сделать, то труд многих дней, месяцев или лет будет потрачен зря. Зачем перечеркивать то, что стоило вам немалых усилий? Постарайтесь по возможности ограничить контакты с людьми, а еще лучше вообще отменить встречи. Чем меньше контактов у вас будет в этот день, тем больше шансов избежать проблем в дальнейшем. Если же вы вынуждены общаться, помните, что 29-й лунный день чреват предательствами. Вас могут вызвать на откровенность с той лишь целью, чтобы потом этим воспользоваться в своих интересах. Даже близкие друзья, с которыми вы, как говорится, путь соли съели, могут доставить вам массу неприятностей. Так что постарайтесь этот день провести в одиночестве. Именно в этот день астрологи советуют быть недоверчивыми. Сомнительные цифры и факты обязательно проверяйте. Не верьте всякого рода прогнозам, вряд ли они сбудутся. Для путешествий и командировок время не подходит совсем. Лучше всего этот период провести в одиночестве и посвятить его творчеству, тогда получите неплохие результаты. Я, наверное, повторюсь, но хочу обратить ваше внимание именно на это, конечно, он не был изначально задуман как некий «черный понедельник». Дело в том, что его энергия настолько мощная и напористая, настолько ошеломляющая, что большинство людей просто не в силах с ней справиться. Тибетская астрологическая традиция советует воздержаться от совершения похоронных церемоний и обрядов, а также от поминок. Считается, что подобные процедуры привлекают из загробного мира различного рода вредоносные сущности, так как в этот лунный день они очень активны и им не составит труда перейти в наш мир. Вообще, нужно отметить, что 29-е лунные сутки – время нечистой силы. Но при всем при том, если этот период провести в одиночестве и посвятить его творчеству, он принесет неплохие результаты. Влияние на личность, сгущается тьма, люди ослабевают, энергия истощается. Вероятно возрастание нервного напряжения, накапливание стресса. Появляется подавленное настроение и тревога. Снижается общий тонус. В этот день люди слабеют, их энергия истощается. Рекомендации, ответственность и устроение надежной защиты от негативных состояний психики, пост, воздержание, смирение и покаяние, целительство, ничего нового, в том числе планирование. Предупреждение, в этот день даже мысленно нельзя строить никаких планов, а, тем более, начинать что-то новое. Благоприятнее всего заняться несложными повседневными делами, связанными с домом, хозяйством. Нельзя верить никаким обещаниям, слухам или прогнозам на будущее, кругом бродит туман обмана. Нужно соблюдать осторожность буквально в каждом действии, от работы на кухне до перехода улицы. Подсчитано, что в этот день случается большое число аварий, несчастных случаев и преступлений. Вероятно, не случайно именно в эти лунные сутки 7 декабря 1988 года в Армении. Произошло сильнейшее землетрясение, охватившее всю северную часть территории республики с населением около 1 миллиона человек. В этот день даже мысленно лучше не строить никаких планов, не начинать новых дел. Лучше заниматься домом, хозяйством, не очень важными делами. Нельзя верить никаким обещаниям, предсказаниям, прогнозам. Следует расторгнуть ложные, вредные связи, прогонять назойливых людей и назойливые мысли. Полностью исключить употребление алкоголя. Избегать мутной воды, темных мест и помещений. Нельзя носить изделия из костей и рогов, сны. Энергетика суток сложная, это накладывает свой отпечаток и на сны. Перед тем, как лечь спать, зажгите свечку и очистите в доме пространство. В течение суток постарайтесь сохранять равновесие, хорошее настроение. Сны, которые увидите, проанализируйте по возможности с психологом. Сновидения могут быть сложными, неприятными и пугающими, но в данном случае это отражение вашего подсознания, и того, что в нем накопилось, от чего надо очиститься. Сны могут быть тяжелыми и неприятными, но они обманчивы. Зачастую сновидения 29-го лунного сна тяжелые и неприятны. В основном это связано с тем, что из-за насыщенной энергетики дня обострена чувствительность и положительные и отрицательные качества личности, выходят на поверхность. В некотором роде мы становимся более открыты, а отсюда более уязвимы. И если наяву есть некоторая возможность проконтролировать свои мысли и действия, то во сне, все то, что нами было сознательно отфильтровано и закреплено, печатью, запретно, не поддается контролю и находит свой выход. Образы снов прямого значения не имеют и носят скорее психологический характер. И потому трактовка этих сновидений требует особого внимания. По сути, в 29-й лунный день мы видим собственный груз накопившихся проблем. Нерешенные вопросы никуда не денутся, как бы глубоко вы их не прятали, а лишь сильнее будут давить на вас, вызывая постоянное напряжение. Выровнять свое психологическое и эмоциональное состояние можно лишь начав работать над решением проблем. А чтобы верно отыскать корень проблем трактовать сновидения 29-го дня лунного месяца рекомендуется с человеком, профессионально занимающимся в этой области. 29-й лунный день – это самый тяжелый, самый трудный день лунного месяца, люди обычно ослабевают, их энергетика истощается. В древности сны этого дня считались тяжелыми, но правдивыми. Также считает и Цветков, добавляя, что эти сны сбываются через три дня. Для защиты в этот день полезно зажигать в доме свечи, топить камин, заниматься очистительными процедурами, не поддаваться агрессии и унынию.